Не предавайте, оказывайте им всемирную помощь! Придем! Подчиняться приказам и распоряжениям командиров и начальников! Придем! Всегда быть примером для молодежи и усердно учиться с честью и достоинством носить гордое звание кадета. В культурном комплексе «Артишок» прошла церемония принятия клятвы воспитанниками 10-го класса Следственного комитета школы-интерната «Кадетский корпус». Хотя до выпуска еще два года некоторые воспитанники уже выбрали будущую профессию. Я очень рада данному мероприятию. Очень сильно все волновались, но мы со всем справились. Планирую себя попробовать, возможно, в органах, как бы нас покурирует Следственный комитет. В этом году торжественную клятву кадеты принимали в 15-й раз за всю историю Химкинской школы-интерната. Они прожили сложный такой путь подготовки к кадетству, сложный путь, который мы называем «курс молодого бойца». Преодолели много препятствий. И я думаю, сейчас они испытывают радость от того, что все свершилось. Наконец-то они кадеты. До этого они были воспитанниками кадетского класса. Сегодня они приняли такое почетное звание – кадет Следственного комитета. С почетным званием 19 новоиспеченных кадетов поздравил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Преодолели быть верными, честными, добрыми. Ну, конечно же, порядочными. Помогать друг другу. Я же хочу пожелать вам, чтобы вы выбрали правильный путь. Правильный путь своей самореализации. А для этого, для его очередь, конечно, нужно послушать своих знаменитых. Для кадетов этот год особенный, ведь они не только получили новое звание, но и продолжают свое обучение в обновленном образовательном учреждении. Напомним, в сентябре здание учебного корпуса, построенное в 1961 году, полностью реконструировали. Кабинеты оснастили мебелью и современным оборудованием, утеплили и обновили фасад здания, заменили кровлю инженерной системы, отремонтировали внутренние помещения, благоустроили прилегающую территорию. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова